Добрый день, дорогие друзья! Сразу хочу вам сказать, обратите внимание в общий чат. Даша скинула ссылку. Вот по этой ссылке нужно обязательно пройти этот чат-бот, где мы будем выкладывать нужную информацию, потому что, возможно, в общем чате не все видят много информации или не всегда успеют посмотреть. А через чат-бот вам будет приходить индивидуально каждому, вот что, когда начинается у нас, или что проводится, чтобы вам не потеряться. Обязательно вот прямо сейчас нажмите на кнопочку, пока добавляются еще участники у нас подходят, и мы с вами начнем сегодня, будем разговаривать про эмоции, которые идут из детства. Вот сейчас у нас идет челлендж пробуждения женственности. И мы первый день тестировали свою силу, свою энергетику, кто как чувствует и кто как видит. Сегодня у нас второй день челленджа пробуждения женственности. И сегодня мы работали как раз с эмоциями. И сегодня как раз чувствовали свою энергетику и свою силу через руки. Кто на что способен и кто как может себя успокаивать, исцелять или каким-то образом работать с собой. И у всех получилось. То есть те описания, те комментарии, которые я прочитала, прям у всех все получилось. Я даже была поражена, насколько вы все продвинуты и как вы умеете работать со своей энергетикой. И вот сегодня я хочу поговорить про эмоции и про нашу женскую силу. Ну, конечно, и про мужскую силу, но так как март месяц у нас посвящен женщинам и нашей женской силе, то давайте поговорим сейчас про нашу силу и про эмоции. Куда уходят эмоции и как их можно вернуть. И сегодня потестируемся, поэтому обязательно попейте воды. Приготовьте воду, пока я включаю здесь все. Это прям обязательное условие. Сейчас будем с вами тестироваться. Друзья, есть такое понятие, как эмоциональное пренебрежение. Вот очень часто эмоциональное пренебрежение встречается в семьях к детям. Ну, по крайней мере, когда наше поколение росло, то поколение, которым сейчас 25-26 лет, это наши дети. А вот они росли вот в этом как раз эмоциональном пренебрежении. Когда родителям кажется, что маленький ребенок не может ничего чувствовать. И родители концентрируются только на своих чувствах, на своих эмоциях, на своих каких-то переживаниях в жизни. И они никак не реагируют на ребенка. То есть вот эти наши поговорки «яйца курицу не учат» и «мало еще, чтобы там отца или мать учить», как раз говорит о том, что никогда не обращали внимания на проявление каких-то эмоций у детей. Никто никогда нас и, скорее всего, мы своих детей не обучали чувствовать. То есть что ты там чувствуешь? Это не ценно. Твои чувства, как ты их можешь описать? Никак тебя этому не научили. Ты никак не можешь почувствовать ценность того, что ты переживаешь. И ребенок закрывается в своей коробочке. И возникают вот эти программы, которые мы с вами постоянно прорабатываем. Я никто, моим мнением никто не интересуется, мне нельзя высказывать свое мнение. Я все время говорю про то, что чаще всего заболевания щитовидной железы, а здесь блокирована как раз у нас горловая чакра, вот встречается у женщин, потому что мы не можем высказать какое-то свое мнение. Еще у нас девочек, у нас женщины учили быть удобными. Учили быть удобными, каким-то образом помолчать где-то. Учили быть скромными. То есть скромность – это когда ты ничего, вот не выражаешь никаких эмоций, ничего не говоришь. И когда ты не говоришь, вот эти вот эмоции, которые ты не прожил, они у нас складируются внутри нас. То есть это подавленные эмоции. Когда я не смог что-то сказать, когда я не смог выразить свое чувство. И отсюда появляются депрессии, отсюда появляется какая-то суетливость, непонятные страхи. И вообще очень много чувств и эмоций, которых мы не можем описать, потому что нас этому не научили. Никто никогда не спросил, а что ты чувствуешь? А почему сегодня у тебя нет настроения? Потому что ты был ребенком, и с твоим мнением никто не считался. Что ты там чувствуешь? И особенно это проявляется в маленьком возрасте. Чего там ребенок кричит? Чего ему нужно? На ручки, наверное, хочет? Или там еще что-то? Считается или считалось раньше, может быть, сейчас, конечно же, поменялось отношение к детям. Это видно. То есть насколько сейчас родители внимательны к своим детям. Я летела как-то в самолете, и девушка без раздражения, у нее ребенок кричал три часа, она без раздражения. Она смотрела на него с сочувствием, что он боится, что он переживает, что у него закладывает ушки в этом самолете. То есть она не говорила ему, тихо, тихо, помолчи, то есть чтобы быть удобной. Она смотрела с сочувствием, она ходила по коридору, она его укачивала. Да, ей это было сложно, но она не осуждала своего ребенка, и она принимала вот эти все эмоции своего ребенка, она понимала их. И я смотрела и думала, насколько вот сейчас отношение к детям изменилось то, как к нам относились, и то, как мы относились к своим детям. То есть нам никто об этом не говорил. И вот когда не дают проявляться каким-то эмоциям, когда ребенку не дают проявить себя, когда ребенок не чувствует себя ценностью, и свое мнение ценным, и свои эмоции ценным, он закрывается и считает себя хуже других. И вот низкая самооценка, это как раз из детства. И у нас из детства очень много идет программ. Мы сейчас с вами это протестируем. Вот что есть у вас, это 100% детские программы. Вот эти задавленные, подавленные, заблокированные, и мы поговорим, к чему это может привести. И я хочу вас сегодня еще раз пригласить в этом месяце на творческую мастерскую. Я все выключила. Сейчас включу. Все есть. На творческую мастерскую. В творческой мастерской 25 марта мы будем работать как раз с детскими эмоциями. Я научу вас выражать свое мнение. Мы проработаем, как можно выстраивать свои границы. Мы с вами проговорим и проработаем, как можно быть взрослым человеком. Мы пойдем в это детство, и мы будем прорабатывать вот эти эмоции, которые заблокированы. Когда нас никто не слушал, когда с нашим мнением не считались, когда ребенок что-то переживал, боялся, когда мама, может быть, там на два часа выходила в магазин или куда-то сходить ей нужно было, а ребенок считал, что мама его бросила. Ну, вот такое мышление у детей. Детям нужно, чтобы мама 24 на 7 была всегда рядом, улыбчивая, гладила по голове и всячески поддерживала. То есть, когда плохое настроение у мамы или что-то случается, ребенок всегда считает, что он в этом виноват. Он виноват в разводе родителей. Он виноват в том, что мама болеет. Он виноват в том, что у мамы плохое настроение. Он виноват в том, что еще что-то там происходит. Вот у детей такое мышление, и вот это все закладывается именно от 0 до 7 лет. То есть, это очень важно. Потом я всегда говорю о том, что ребенок до 7 лет живет под сознанием. Все силы организма тратятся на его рост. То есть, посмотрите, какой стремительный рост до 7 лет и какое стремительное развитие. Ребенку нужно научиться вообще всему, чем он будет пользоваться в течение жизни. Ходить, говорить, считать, каким-то образом проявлять себя, осознавать себя. Это слова, это цифры, это различия каких-то людей. То есть, все навыки у нас появляются от 0 до 7 лет. И ребенок живет под сознанием, потому что его сознание, его ум направлено на то, чтобы вырастить этого ребенка, чтобы шел физиологический рост. И ребенок все, что слышит, все, что видит, даже если в шутку говорят, он все записывает себе на подкорку, на бессознательный уровень. И вот этот период от 0 до 7 лет, он очень важен. Мы как раз его будем прорабатывать. Стоимость обучения на творческой мастерской 1900 рублей. И обязательно, то есть, у нас вот идет творческая мастерская, мы сейчас начинаем курс по кризисам. Кризис от 0 до 7 лет, кризис более старшего возраста, еще более старшего возраста, какие уроки мы получали, какие запреты, какие блоки, какие программы, как нужно себя вести. Мы все это будем прорабатывать вот в разных-разных возрастах, особенно там еще подростковый возраст, когда ребенок перестраивается и перестраивается его гормональная система, и он тоже там очень много получает жизненных уроков и устанавливается в него очень много программ, которыми мы сейчас живем. И вот этот цикл у нас, вот эти все кризисы, он начинается с перезачатия и перерождения. Как происходило ваше зачатие, какие программы там были, хотели вы приходить на этот свет или не хотели, хотела вас мама или не хотела, хотела мальчика или девочку. Вот вчера как раз участница челленджа пробуждения женственности написала о том, что она не хочет быть женщиной, потому что хотели мальчика, а родилась она. и женщина уже в зрелом возрасте, уже взрослый человек, но до сих пор в ней сидят вот эти страдания, эти страхи, что я не смогла родителям принести радость, то есть я разочаровала родителей, я плохая. И это самопроклятие, самопроклятие, когда мы сами себя уничтожаем. Вот сейчас мы как раз это все протестируем с вами. То есть важно начинать, если вы хотите проработать себя, если вы хотите проработать свои эмоции, познать себя, что вами руководит, перезачатие и перерождение очень важно. И творческая мастерская, мы начинаем работать с кризисами возрастными от 0 до 7 лет, мы будем работать уже 25 марта, поэтому обязательно переходите по ссылке, которая будет в чате или пишите о том, что вы хотите туда попасть. Итак, какие у нас есть эмоции, которые пришли к нам из детства? Давайте мы сейчас с вами их потестируем. Нужно обязательно попить воды. Если есть у вас какие-то вопросы, то обязательно пишите о вопросах, о каких-то пожеланиях или что вы чувствуете вот сейчас какие программы у вас будут. То есть обязательно нужно попить воды, потому что обезвоженный организм он не может тестироваться. Он не покажет вам правильный результат. И сейчас встаем, будем тестировать по три программы. Вставайте, глаза обязательно закрываем, чтобы наш головной мозг перешел в альфа режим работы, чтобы расслабилось тело, руки по швам, ноги как на лыжах едем параллельно, закрываем глаза, делаем глубокий вдох и глубокий выдох. Дышите хоть носом, хоть ртом. И еще раз глубокий вдох и на выдохе расслабили плечи, руки, лицо, шею, голову. Глаза не открывайте, пока я не скажу. Все расслабили и говорим вслух или про себя это мое да. И смотрим, куда клонит тело. Вот тело будет с вами разговаривать, говорить да, когда вы будете задавать вопрос. Теперь скажите это мое нет и смотрите куда клонит тело. Тело так будет разговаривать и говорить, что это мое нет. Глаза не открываем, тестируем три программы. Мне нечего сказать. Мне нечего сказать. да или нет. Куда клонит тело. Если да, то нечего сказать. Или если нет, то нет такой программы. Мне нечего сказать. Следующая программа. Я ничего не чувствую. я ничего не чувствую. Да или нет. То есть это как раз про чувства, это как раз про эмоции. Следующая программа. Я отказываюсь чувствовать свое тело. Я отказываюсь чувствовать свое тело. Да или нет. И открывайте глаза, пишите, что у вас получилось. Мы протестировали три программы. Мне нечего сказать. Я ничего не чувствую. Я отказываюсь чувствовать свое тело. Мне нечего сказать. Это вот как раз район шеи. Это невозможность проявиться, проявить свою творческую энергию. Это невозможно начать какое-то новое дело, заявить о себе в этот мир. И таким образом вот вы живете той серой какой-то неинтересной жизнью, потому что вы не можете ничего сказать о себе. У вас нет права голоса, нечего сказать. Я ничего не чувствую. То есть очень часто приходят люди, когда их спрашивают, что ты чувствуешь? Они говорят, я не знаю. У них там горе, им все плохо, у них там тревожность, обида, злость, но они не могут это описать, потому что они ничего не чувствуют. для нас, для женщин очень важно чувствовать, что такое интуиция. Интуиция это вот что-то такое, что невозможно описать, но ты знаешь, что это происходит. Важно это чувствовать, важно прочувствовать, что такое интуиция и что пытается тебе сообщить вселенная. Для женщины очень важно чувствовать чувства окружающих людей, потому что у нас эмоциональная вот эта система очень сильно развита, и мы созданы для того, чтобы понимать других людей и оказывать какую-то энергетическую психологическую помощь, то есть чувствовать. И если я отказываюсь чувствовать свое тело, то для нас, для женщин это ну смерти подобно, потому что это какие-то болезни, это совершенно не чувствуешь никакую сексуальную энергию, запрещаешь себе ее и проявление какое-то, это не любовь к себе, потому что ты не понимаешь, что такое тело, и это одна из программ самопроклятия, то есть я не чувствую себя, меня здесь нет, моего тела здесь нет, я не живу, и отсюда возникают разные серьезные тяжелые заболевания, смертельные заболевания, то есть я не чувствую, я отказываюсь чувствовать свое тело, то есть я здесь не хочу жить. Вставайте снова ноги параллельно, руки по швам, глаза закрываем и тестируем еще три программы. Пишите, что у вас происходит, вижу всего два ответа. Что там у вас получилось, какое тестирование? Написали люди, у которых ничего нет, а у кого что-то есть, какие программы? Итак, закрыли глаза, ноги параллельно, руки по швам, делаем глубокий вдох и глубокий выдох и еще раз глубокий вдох и на выдохе расслабили плечи, руки, лицо, шею, голову максимально. Скажите вслух или про себя это мое да и смотрим куда клонит тело. Скажите вслух или про себя это мое нет и смотрим куда клонит тело. и тестируем также три программы я отказываюсь чувствовать свои эмоции я отказываюсь чувствовать свои эмоции да или нет мое я не имеет значения мое я не имеет значения это вторая программа да или нет и переходим к эмоциям у меня подавленная эмоция злость открываем глаза вот смотрите мы протестировали три программы я отказываюсь чувствовать свои эмоции мое я не имеет значения то есть если мое я моя личность здесь не имеет значения то и я не имею значения это тоже одна из программ самопроклятина когда мы сами себя здесь начинаем уничтожать и вот эти подавленные эмоции которые подавили нельзя проявлять злость женщины должны быть вот такими милыми сострадательными добрыми и так далее то есть подавленная эмоция злость это чаще всего идет из детства и вот эти подавленные эмоции они вызывают разные заболевания заболевания печени заболевания почек заболевания даже здесь себе выписала незаживающие раны и язвы это депрессия это заболевания кишечника то есть злость подавленная эмоция психосоматика как раз и работает с подавленными и непроявленными эмоциями. Психа, да? Психология наша, психика. И что мы там себе подавили или заблокировали? Пишите, что у вас получилось. Есть ли у вас вот эта подавленная или заблокированная эмоция злость? И мы с вами тестируем еще три программы. Три эмоции у нас осталось. Встаем, закрываем глаза, ноги параллельно, руки по швам. Делаем глубокий вдох и глубокий выдох. И еще раз глубокий вдох. И на выдохе расслабляем плечи, руки, лицо, шею, голову максимально. Это мое да, скажите вслух или про себя. И смотрим, куда наклоняется тело. Это будет да. Это мое нет. И смотрим, куда наклоняется тело. Это будет нет. Глаза не открываем, пока я не скажу. У меня подавленная эмоция неприятия. Я что-то не принимаю. Неприятно мне. У меня подавленная эмоция неприятия. Да или нет? У меня подавленная эмоция неприятия себя. То есть не принимаю себя. Это и любовь, это и своя жизнь, это и свои эмоции. То есть у меня подавленная эмоция неприятия себя. Да или нет? И третье. У меня подавленная эмоция – любовь. Все подавленные, да. Ольга вот пишет. Это все из детства, да, Оля. Не разрешали проявлять себя. Подавленная эмоция – любовь. Да или нет? Все, открывайте глаза, можно садиться. Вот вроде бы любовь – это хорошая эмоция, да. Какое может зло она принести? Любая заблокированная, непрожитая, подавленная эмоция вызывает напряжение в теле. И вот подавленная или заблокированная эмоция – любовь вызывает недоверие к людям. Это сердечные приступы на уровне физиологии. Это какое-то самопроклятие, нелюбовь к себе. Это люди, которые злые, которые всех обсуждают, которые ерничают. То есть они не умеют полюбить себя и не умеют полюбить этот мир. То есть такое противное поведение, такой противный характер говорит о том, что вот как раз есть вот эта подавленная эмоция – любовь. То есть он подавил, вытеснил эту любовь из своей жизни и теперь не понимает, как ее проявлять. Если есть неприятие себя, сейчас посмотрю, что вы пишете, то, ну, представьте, это прям, да, вот подавленная эмоция – любовь есть, Людмила. Недоверие, ревность, нелюбовь к себе и очень сложно будет каким-то образом ее проработать. Это люди, которые боятся, что их отвергнут, которые не могут проявлять истинных чувств. Броня вокруг стоит. То есть они как вот люди-роботы на самом деле получаются. Что там еще пишут? Сейчас посмотрю. Вот таким образом на нас это все влияет. И для нас, для женщин проявление эмоций – это очень важно. И проявление не только эмоций негативных, их тоже нужно проявлять, понимать и прорабатывать. А эмоции любые, которые мы хотим выразить. Потому что у женщин постоянно обновляется энергия. Если мужчина, проявляя эмоцию, он отдает, и ему потом нужно восполниться, то женщина, проявляя эмоции, любые эмоции, еще раз повторю, она наполняется. То есть она отдает и тут же наполняется, отдает и тут же наполняется. Вот все, что вы чувствуете, все, что вы хотите проявить, обязательно проявляйте. Потому что вот на диагностике, на пробуждение, челлендж, вернее, пробуждение женственности, вот у кого были эти камни подводные внутри, внутри своей силы, внутри вашей энергии, вот это и есть эти программы. Программы, подавленные, заблокированные эмоции, которые вызывают блокировку течения вашей энергии, ваших сил. Потому что вот эти заблокированные эмоции, они создают напряжение, и на них уходит очень много энергии на содержание вот этих подавленных эмоций. Их важно прорабатывать, важно себе разрешать, важно научиться говорить нет, важно научиться наполнять эту энергию. Посмотрите, я прочитала диагностики, сколько девушек написали, что у них застойная энергия, зеленая, темная энергия, мутная энергия, которая стоит. То есть они не умеют проявить и наполниться, проявить и наполниться. Они блокируют все в себе. Отсюда заболевания, отсюда какие-то непонимания себя. Отсюда мы не можем впустить в себя новую жизнь, потому что у нас все колом стоит там, потому что вот эти вот каменные глыбы там очень сильно мешают. Отказываюсь чувствовать свои эмоции. Начали писать. Злость, недоверие людям, да, очень долго с ней работала. Злость, нет таких программ, я отказываюсь чувствовать свои эмоции. То есть вот не чувствую свои эмоции и не чувствую себя. И я вас приглашаю на творческую мастерскую. 25 числа мы будем работать с жизненными уроками, с детскими заблокированными эмоциями. И научимся проявлять себя и чувствовать себя. Потому что для нас, для женщин, еще раз повторюсь, это очень важно, чтобы было течение энергии. Вы можете зарегистрироваться по ссылке, которая будет в чате. И очень важно начинать чувствовать свои эмоции. Как только вы вот эту проявленную эмоцию увидите, вы начнете обращать на нее внимание. Ну, например, поднялась злость. И вы говорите, да, я испытываю злость. Она во мне есть. И это нормально. Все люди испытывают злость. Вы только ее увидели, вы только ее приняли, и она сразу начнет ослабевать. Она сразу начнет терять свои позиции. Если вы хотите выразить любовь, если вы хотите выразить радость, засмеяться, разрешайте себе смеяться и выражать радость. Не ограничивайте себя, не стучите себя по рукам, что смеяться громко – это признак плохого, дурного воспитания. Говорить много – это признак чего-то там, глупости какой-то. То есть не идите на поводу вот у этих всех старых устаревших каких-то обучающих поговорок или старых стереотипов мышления, вот этих шаблонов мышления. Начинайте вести себя так, как вы хотите. Вы все уже взрослые люди и начните уже жить для себя. Когда мы живем не для себя, когда мы живем чужими эмоциями, чужой жизнью, осуждаем людей или пытаемся очень сильно людям угодить или каким-то образом несем ответственность за кого-то, то мы теряем всю свою силу и всю свою энергию. То есть вся наша жизненная энергия, которая направлена на развитие нашего духовного предназначения, уходит совершенно в другое русло. Вы отдаете свою силу, все свои желания и все свои возможности другому человеку. И вокруг вас люди расцветают, они добиваются всего, чего хотят, а вы так и остаетесь на этом же уровне. Это важно понимать. Начните жить с собой, чувствовать себя и обязательно прорабатывать то, что у вас есть. Это очень важно доставать, чувствовать, проживать и отпускать. Друзья, у меня все. Пишите обязательно, что вы почувствовали, какие сегодня были у вас осознания, какие вы сделали для себя выводы. Я вас жду на творческой мастерской, обязательно регистрируйтесь. Все, пока, до следующего свидания. Продолжение следует...